Привет! Тревожные вести приходят к нам из Санкт-Петербурга. Там из-за коронавирусной инфекции люди начали забывать русский язык. В этом разборе мы посмотрим на вот это ужасное объявление. Я покажу, как в несколько шагов привести его в чувство. Итак, это прислали мне читатели из, судя по всему, Санкт-Петербурга. Где-то на каком-то публичном месте, то ли возле парка, то ли возле какого-то сквера висит объявление, и читается оно так. Так, уважаемые посетители, во исполнение пункта 2, 3, 5 постановления правительства Санкт-Петербурга от такого-то числа о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции и дальше самое важное, по обеспечению запрета на посещение физическими лицами парков, садов и скверов. В этом предложении нет нормальной грамматической основы. Это даже не предложение, это просто обрывок фразы. Какой-то человек очень быстро на скорую руку напечатал объявление, скопипастил какие-то нормативные акты и сказал, что-то сказал, и в конце поставил еще три восклицательных знака вот здесь. Это ужас, так писать не надо, нельзя, никогда так не делайте. Будем с этим разбираться. Значит, я переписал с большим трудом этот текст себе в Google Документ. Что с ним делать? Первое, что нужно всегда делать, когда вы пишете объявление, это перестаньте выравнивать текст по центру. Потому что, как бы вы, какой бы прекрасный текст вы ни писали, если он длиннее трех строк, он у вас будет плохо выглядеть по центру. Сразу берем и выравниваем его по левому краю. Уже немножко полегчало, да? Дальше, что у нас стоит в заголовке? В заголовке не может стоять уважаемые посетители, потому что все люди, которые будут это читать, по умолчанию посетители. Ну, это типа нонсенс, это как если бы я пришел к своим родителям, там, они накрыли бы стол, и я пришел бы и сказал, уважаемые родители, ну, то есть, типа, тут и так все родители, не нужно это лишний раз говорить. Или если я подхожу к своей жене и говорю, уважаемая жена, ну, это просто глупо. Все люди, которые это прочитают, и так будут посетителями. Поэтому вместо этого напишем то, что, по сути, хотел сказать этот человек. Парк закрыт до 30 апреля. Например, да? Или сквер закрыт до 30 апреля. Или, пожалуйста, оставайтесь дома до 30 апреля. Скорее всего, закрыт парк. Парк радость жизни, полнота жизни, давайте его назовем, полнота жизни закрыт до 30 апреля. Можно использовать две строки. Давайте сразу возьмем и увеличим размер этого шрифта, чтобы он занимал всю ширину документа. У нас есть большой широкий документ. У нас есть большой красивый шрифт. Мы можем взять и увеличить шрифт на всю ширину. Ну, и теперь видите, какой большой красивый контраст у нас создается благодаря этой крупной надписи. Причем тут есть две важные части. Первая важная часть говорит, что я читаю сообщение по адресу. То есть я пришел в парк полнота жизни, и мне написали, парк, в который ты пришел, под названием полнота жизни, закрыт. До какого числа? До 30 апреля. Четко, все хорошо сказано. Это именно то, ради чего я сюда, ну, то, что должно сообщить это объявление. Если бы было написано здесь, например, парки закрыты до 30 апреля, это было бы, ну, как бы тоже неплохо, но немного хуже, потому что я пришел в парк полнота жизни, но вдруг я не знаю, что это парк. Вдруг я думал, что это сквер или некое публичное пространство. И начинаются мысли, а этот парк, это относится к этому запрету или нет? А может быть, это у меня возле дома парк. Короче, не важно. Важно, что чем конкретнее будет заголовок, тем лучше для моего читателя. Соответственно, парк полнота жизни здесь идеальный вариант. Закрыт до 30 апреля. Вторая часть тоже важна. Нужна конкретика, до какого числа все закрыто. Например, мы знаем сейчас по всяким там этим нормативным документам, что он закрыт именно до 30 апреля, и, может быть, 30 апреля запрет продлят. Может быть. Но сейчас есть инфа, что только до 30 апреля. Окей, пишем до 30 апреля. Допустим, мы не знаем, до какого числа он будет закрыт. Окей, просто закрыт. Если вам почему-то принципиально важно сказать, что он закрыт на неопределенный срок, ради бога, на неопределенный срок. Это, конечно, не так жизнеутверждающе, как до 30 апреля. Ну, потому что, как бы, хочется какой-то в жизни, знаете, в это неспокойное время определенности. Поэтому, если в документе написано «закрыть парк до 30 апреля», так и напишем «закрыт» до 30 апреля. И если вы хотите прямо суперполезно сделать и суперзаботливо, поставьте точку и напишите не только, что запрещено, но и что разрешено, или другими словами, что нашему читателю нужно делать. «Пожалуйста, оставайтесь дома», если мы хотим продвигать этот режим самоизоляции. Ну, в идеале вот так нужно, чтобы все поместилось на три красивые строки или строки. Вот, то есть мы тут, получается, конструируем в заголовке три важные мысли. Конкретно, что с чем происходит, с парком полнота жизни. Второе, до какой степени, до какого времени это будет происходить. И третье, что мне как читателю делать. То есть конкретика и забота, сервисный компонент. Что мне как читателю с этим делать. Окей, смотрим дальше. Понятно, что люди, которые закрывают этот парк, они хотят быть прикрыты формально. Я их могу в этом смысле понять. Люди не просто так закрыли, они хотят избежать жалоб людей, хотят сделать так, чтобы все было прикрыто формально верно. Окей, никаких проблем. Возьмем и напишем. Основание. Пункт 2.3.5. Поставление правительства о мерах вирусной инфекции. Вот, примерно здесь у нас основание, которое мы должны были написать. Кажется, что здесь должны быть двойные кавычки, то есть кавычки внутри кавычек. Окей, вот сделали так красивую типографику. Но людям, которые формально к этому относятся, важно вот это. А читателям, обычным людям важно не это. Важно не то, каким документом это все обосновано. А важно, что происходит, что можно, что нельзя, как им вообще жить свою жизнь сейчас. А не то, почему, по какому постановлению правительства это сделано именно так. Поэтому наша святая обязанность вот эту штуку сделать менее акцентной. Поэтому мы сейчас ее уменьшаем, вот примерно до такого размера, и переносим в самый конец. Раз, сделали. Ну, типа почти в самый конец. Теперь смотрим сюда. По обеспечению запрета на посещение физическими лицами парков, садов и скверов. Окей, хорошо. Можно написать здесь это же самое простыми словами. На время режима самоизоляции закрыты все парки, сады и скверы. И дальше можно просто по-простому сказать, зачем это нужно. Эти меры нужны, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Можно пойти дальше и написать, что посещая, можно сказать, что посещая сады, парки и скверы, или посещая публичные пространства, вы подвергаете опасности себя и других. Но на самом деле уже сделано все, что необходимо, чтобы читателя как бы защитить. Это место закрыто, ты уже не можешь его посетить. Поэтому здесь, наверное, на этом можно остановиться. На время режима самоизоляции, можно сказать, в Санкт-Петербурге. Повысить как бы конкретность, да. Закрыты все парки, сады и скверы. Эти меры нужны, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, воздержитесь от посещения любых публичных мест, в том числе магазинов. По возможности заказывайте еду, заказывайте продукты с доставкой. Можно разбить на два абзаца, если вам хочется. Вполне нормально здесь будет. И в конце написано основание такое-то и сякое-то. Дальше. В конце стоит подпись администрация. Она, конечно, не криминальная, но она как бы с одной стороны ничего нам не сообщает, с другой стороны ничему не помогает. Если мы хотим повысить информативность и сделать это более полезной историей, пожалуйста, горячая линия по COVID-19 в Санкт-Петербурге. 8800. Я не знаю, есть ли там какая-то горячая линия. Короче, здесь можно добавить контакты, по которым люди могут обратиться, чтобы что-то уточнить. Тоже вполне себе неплохая идея. Если такого нет, то окей, убираем. Не пишем это ничего. Но самое главное, что слово администрация нам никак, ни в чем здесь не помогало, поэтому можно было спокойно его убрать. И в конце, для людей, которые хотели прикрыть свою задницу, чтобы никто ни в коем случае не сказал, а вот вы не имеете права, мы оставили основание. Это золотое правило любого канцелярского обращения. Если вам необходимо прикрыть задницу и сказать, что вы действуете в рамках закона, да ради бога, прикрывайте сколько хотите. Просто делайте это в конце документа. Не начинайте ваше обращение с того, почему вы так действуете. Действуйте, пишите обоснование в самом конце. А в заголовке пишите не уважаемые клиенты, не уважаемые жильцы, не уважаемые, кто там были, посетители. Пишите смысл вашего сообщения в заголовке объявления. Тогда читаемость повышается, интерес к нему повышается, дружелюбие повышается, плюс конкретика, плюс что мне делать. Сервисность, уважение, забота. Вот такие дела. Было, стало, кайф и радость. И вы мне скажете, Максим, но ведь здесь много текста, кто это будет читать? А хитрость в том, что благодаря тому, что вы написали большой заголовок и крупный телефон, все уже понятно. Мне нет необходимости читать все это объявление, чтобы понять главное, что мне хотели сказать. Вам кажется, что здесь лишняя информация? Ударяйте его, не проблема. Вот это можно спокойно удалить, если у вас не было цели это сообщить в объявлении. Вот это можно спокойно удалить, если у вас не было цели сообщить это в объявлении. Но все эти вещи в целом помогают общему делу. Поэтому, если вам кажется, что объявление должно не только задницу прикрывать, но еще и помогать людям решать их повседневные проблемы и быть на стороне читателя, верните полезную информацию в объявлении. Помните, что люди читают то, что в их интересах, в их мире написано для них с заботой и с уважением. И люди не читают то, что написано формально, для того, чтобы прикрыть чью-то задницу и сказать «ты сам дурак». Поэтому проявляйте к людям уважение, любите их и старайтесь им помочь. Будет вам счастье. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих разборах.